МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашию прибыла делегация из Японии. В ее составе представители крупных компаний, которые сотрудничают с Россией. Гости уже посетили некоторые предприятия республики. Сегодня с ними встретился глава Чувашия Михаил Игнатьев. Фундамент, на котором строятся отношения между Японией и Чувашией, закладывался в 2010 году. Я помню, 2010 год, когда я в посольце впервые встречался с послом Японии в Российской Федерации. И вот после этого у нас пошагово идем. Правда, не быстро все получается, но, по крайней мере, все больше и больше контактов, больше доверия друг к другу. Глава Чувашии подчеркнул, что с большим уважением относится к традициям и культуре страны восходящего солнца, особенно к тому, как там воспитывают детей. Высокого мнения Михаил Игнатьев и о деловых качествах японцев. Гости, в свою очередь, отметили, что видят в Чувашии надежного и перспективного партнера. Я очень люблю вашу республику. Я тоже понял, что народ очень любимый. И в Астудии очень развит на производстве. В разговоре постоянно звучало слово «тоже». Участники встречи отметили общие черты жителей Чувашии и Японии. Открытость, дружелюбность, гостеприимство. Журналистку Асу Кутукуяму особенно впечатлило, что в Чувашии живут в мире согласий представители 120 национальностей. Очень сложно представить, потому что в Японии живут только японцы. И я думаю, что такой характер, национальный характер жителей этой республики очень специфический в хорошем смысле. И я думаю, прежде всего, хочу передать, что здесь живут такие интересные и вежливые, гостеприимные люди. Елена Гальперина, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч. На повестке дня о формировании нравственных ценностей. Именно об этом говорил Михаил Игнатьев на встрече с председателями Совета отцов и Союза женщин. В 2018 году будем акцент делать именно на семью. В перспективе это привлечь больше психологов, педагогов в воспитание именно семьи, родителей. У нас вот не хватает этой проблемы. Отделение Совета отцов создано уже во всех районах и городах республики. Новый проект Совета – карта дополнительного образования. Мне задают вопросы, куда я могу отправить своего ребенка на бесплатной ли основе, либо на платной основе. То есть люди не владели информацией, куда вообще можно отдать, какие секции. Поэтому сейчас отрабатываем программу. Ее рабочее название – карта дошкольного образования. Дополнительное. Дополнительное образование, да. Дополнительное образование для того, чтобы родители как минимум знали, что вообще в городе у нас есть. Еще одну рабочую встречу глава региона провел с уполномоченным по правам человека в Чувашской республике. Надежду Прокопьеву назначили на эту должность 10 дней назад. Омбудсмен провела уже несколько встреч с жителями. Вот сегодня я буквально вела уже прием. Пришло 10 человек на прием. И вот тоже там двое уже мы их направили к адвокатам за получение бесплатной помощи. Это многодетная мать, это инвалиды. То есть, в общем, он очень востребован. В числе первых в республике был принят закон о бесплатной юридической помощи. Это тоже очень такой серьезный инструмент. И граждане обращаются. Михаил Игнатьев отметил, что уполномоченный по правам человека – это институт, который должен формировать доверие к власти. ЧП в Чебоксарах сегодня около 12.40 дня. Иномарка сбила пешеходов, которые ждали зеленого сигнала у пешеходного перехода на перекрестке улиц Ленина и Гагарина. Пострадал мужчина с места происшествия. Виновник ДТП скрылся, а сейчас его разыскивают правоохранительные органы. С грядки напрямую на прилавок. По такой схеме без посредников горожане могут приобрести овощи и картофель. Ярмарки «Дары осени» продолжают свою работу. Только в Чебоксарах открыто более 50 площадок. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Капуста, морковь, огурцы, картофель, баклажаны – торговые ряды буквально ломятся от изобилия овощей. На северной ярмарке свои палатки развернули потребительские общества. В райпо продукцию закупают напрямую от фермеров и доставляют до города с минимальными наценками. На «Дары осени» спрос большой. Торговля по субботам хорошо. Мы в день продали 2-3 тонны картофеля. Мы уже приехали седьмой раз. Бесплатно все. И есть у нас автомашина. Доставка бесплатная. Сельхозрынок по улице Николаева облюбовали и фермеры из других регионов. У предпринимателей накопилось немало вопросов. Больная тема – цена за аренду. В этом году полторы тысячи рублей. 15 дней. Вот посчитайте, сколько получается я им отдаю деньги. Глава республики отметил, что, собственно, производителям администрация рынка может пойти навстречу. Посмотрим, где и какие условия. Для продажи сельхозяйственной продукции, которые в шаговой доступности и без посредников продают, чтобы для них льготные цены были. Если вы производитель там и так далее, то это тоже один вопрос. Удобство необходимо создавать не только для продавцов, но и покупателей. Горожане жалуются на нехватку автобусов до рынка. Глава республики поручил решить эту проблему городским властям. На вот период заготовки, массовые заготовки овощей, там, картофеля, другой сельхозяйственной продукции, конечно, общественный транспорт больше должен быть на этот период времени. Аптеки, ноябрь, аптеки. Пожилым людям на ярмарке дары осени овощи и картофель доставляют прямо к дому. Вот машины дали, они бесплатные увезут мне в Новоюжный. Он мне докладывает, что ветеранам городские власти организовали там такую помощь, скажем, с доставкой на дом. Спасибо вам большое. А зиму что заготавливаете? Капусту, картофель, да? Картофель, вот перец взял красный. За домашними сырами, творогом, медом горожане приезжают на этот мини-рынок. Такие площадки отмечает Михаил Игнатьев хорошая возможность приобрести экологически чистые продукты по низким ценам. По сравнению с прошлым годом, кроме цен на картофель, они приемлемы, я хотел бы сказать. С учетом дефицита картофеля, с учетом прохладного лета, картофель в этом году меньше. Предлагаем производителям, покупателям, чтобы без лишних посредников они могли найти друг друга на разных площадках. У горожан ярмарки востребованы. Глава региона поручил продлить их работу еще на неделю. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. В столицу России за два часа жители Приволжского федерального округа ждут, когда на их территории будет проложена высокоскоростная магистраль Москва-Казань. Состоялось заседание рабочей группы по строительству ВСМ на территории Чувашия. 115 километров – это протяженность участка ВСМ по территории Республики. Участникам был представлен будущий проект. Чувашия, как участник международной логистической цепи, получит дополнительные точки роста. В числе основных преимуществ – новые рабочие места и возможности для промышленного сектора и деловой активности населения. Последствием такого рода эффектов может стать развитие социальной инфраструктуры и развитие инфраструктуры для проживания и отдыха. Мы оценили также эффекты ускорения межрегионального пассажирского сообщения, привели опросы, которые показывают, что для бизнеса такого рода возможности в первую очередь дадут выход на новые рынки. Предполагается, что в Чувашской Республике ВСМ пройдет по территориям Ядринского, Маргаушского, Чебоксарского и Мыринско-Пасадского районов. Будет удобнее ездить в командировки и на отдых. Поездка займет всего пару часов вместо одного дня. Да и денежных средств уйдет меньше. Председатель кабинета министров Иван Маторин, подводя итоги совещания, призвал коллег оперативно поработать с документами по проектированию строительства ВСМ. До конца года необходимо сдать их на государственную экспертизу. Татьяна Трофимова, Сергей Адушкин, Республика. Пессимистичные прогнозы по поводу срока завершения реконструкции Цивильского моста, судя по всему, в прошлом. Закончилась череда судебных тяжб, рассторжение контрактов с недобросовестными исполнителями работ. В результате нового аукциона на этом объекте появился новый подрядчик. Злополучный мост реконструируют уже пять лет. Водители терпят неудобства, поскольку правая часть мостового перехода полностью закрыта. Постоянные пробки в этом месте стали притчей во языцах. Его реконструкция началась еще в 2013 году и должна была завершиться к августу 2014. Но сроки сдачи переносились из года в год. За подходы к мосту отвечал Волгомост, но он их не сделал. Заказчик Упердор Прикамье вышел с иском к подрядной организации. Арбитражный суд расторг контракт. На сегодняшний день решение суда вступило в силу. Финансирование выделено в полном объеме. Нами подготовлена конкурсная документация. В настоящий момент она направлена в Москву, в Федеральное дорожное агентство, в Росавтодор, на согласование начальной стартовой цены. К сожалению, в связи с потерянным временем в ходе судебных разбирательств, строительный сезон уже подходит к концу в 2017 году. Сегодня мост введен в эксплуатацию только наполовину. Правая часть до сих пор на реконструкции. Незаконченными остались работы по возведению земляного полотна, укладке асфальта и необходимых коммуникаций. Будут продолжены конкурсные процедуры. И в декабре месяце, по предварительным данным, если не будет каких-то определенных дополнительных сложностей с жалобами в управлении Федеральной антимонопольной службы, с жалобами как участников контрактной системы, так и дополнительно каких-то компаний, то в декабре месяце подрядчик будет определен. Ожидаемая дата завершения ремонта Сивильского моста – август 2018 года. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции. За это в Чебоксарах перед судом предстанут двое предпринимателей. Зная о том, что в Казахстане цены на алкоголь ниже, чем в нашей стране, один из обвиняемых перевез в Чебоксары более 10 тысяч бутылок немаркированного вина, водки и коньяка. И еще партию на общую сумму свыше 780 тысяч рублей для того, чтобы сбывать с рук. По уголовному делу, материалы которого составили 8 томов, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе химические и технико-криминалистические. Установлено, что изъятый алкоголь сам по себе соответствует предъявляемым требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. По ходатайству следователя, судом наложен арест на автомобили, принадлежащий обвиняемым. Чувашский национальный конгресс готовится отметить серьезную дату. 25 лет назад состоялся первый съезд общественной организации, которая взяла на себя большую миссию хранить с помощью единомышленников язык, традиции и обычаи чувашского народа, способствовать сохранению его аутентичности не только на территории родного края, но и на просторах нашей страны. Своим принципам конгресс следует и по сей день. Не прошедшие четверть века это доказывают экономические, образовательные и культурные связи с земляками, живущими в других регионах нашей страны, не прерывались никогда. Традиционные фестивали и конкурсы, такие как Всечувашский Акатуй, Серебряный голос, Чувашская красавица, собирают участников со всех национальных центров. ЧНК тесно взаимодействует с органами государственной власти, администрациями районов и городов и поддерживает диаспоры по всему миру. На юбилейный съезд приедут 320 делегатов, представителей чувашских общин. Основные темы – подведение итогов за последние 4 года и выбор направлений для дальнейшей работы. Десятый съезд Национального конгресса пройдет 28 октября. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных!